Дорогие друзья, Анапское шоссе 9 напротив гипермаркета Магнит, детский развлекательный центр Акуна Матата. Приглашает вас в гости. Мы заходим, здесь ресепшн, одеваем бахилы и двигаемся дальше, чтобы была чистота и красота. Вот они цены, друзья. Здесь все разбито по возрастам, есть дополнительные скидки, если большими группами приходите. А также каждому имениннику здесь дарят подарок. После регистрации у нас есть дорожка наверх, на второй этаж и на первый этаж. Серьез у нас детки от 4 до 13 лет. В принципе, возраст не ограничен, потому что здесь очень много развлечений, которыми можно позаниматься в любом возрасте. Даже взрослые играют здесь некоторые игры. Здесь проходят два дня рождения. Мы увидим потом подарки, как дарят. Вот такие вот разнообразные фотозоны. То есть отдельно вам ничего не надо заказывать. Здесь обо всем уже позаботились. То есть все игрушки уже включены и работают. Ваши дети смогут просто садиться, играть, развлекаться. Разнообразные видеоигры. Здесь очень много. Их можно потанцевать. Есть вот такой танцпол. Все включено. Постоянно поваляться, посидеть, пообщаться, побегать, потричать. То есть здесь выбор развлечений на любой вкус. И можете увидеть, также есть аэрохокки. Например, вы можете прийти поиграть со своим ребенком. С камеечкой рядочком. Разнообразные герои, которые можно сфотографироваться. Я когда зашел, там смотрю, думаю, вау, сколько разнообразной здесь красоты. Вы можете увидеть, что дети сами ходят, выбирают себе развлечения, какие им понравилось. Очень много вот таких вот интересных стульчиков. Можно сесть, покрутиться, целая качелька. Это Ниндзя-парк, куда залаживают самые смелые дети. Бегают по веревочным мостикам. Он посмотрит, какой смелый парень побежал. Такой дух. И если упадете, не страшно, то вы также можете сидеть, присматривать за ними. Есть и здесь стульчики. А можно еще взять вот такую вот фигню и навернуть какую-нибудь с ней. Это часть Ниндзя-парка, которая находится на первом этаже. Заходим в следующую зону, друзья. Здесь, смотрите, можно поодевать вот такие вот перчатки и поиграть, кто кого завалит. Есть костюмы, чтобы было не больно. Еще одна, смотрите, такая зона, на которой можно покрутиться, посидеть. Также на первом этаже есть бар. Я покажу вам меню, которым можно воспользоваться. Посмотрите, это интеллектуальные такие игры. Я когда пришел, только здесь дети очень активно в них играли. Такие тихие. Есть туалеты для людей с ограниченными возможностями. В том числе очень много разных мест, где можно посидеть. То есть посидеть можно на каждом из трех этажей. Вам подойдет девочка. Закажете, что хотите. И вам принесут это все. Можете видеть, сколько шариков. Большие батутки. Тоже веревочный городок. И дети сами себе развлекаются. Потому что о безопасности здесь уже подумали. Подумали, чтобы никто ничего себе не повредил. Бегают, прыгают по полной программе. Вот так вот. Завалились в игрушках. Их вообще практически не видно. Красота получила. Также есть возможность поучаствовать в настоящей виртуальной реальности. Батутный городок входит в стоимость двух этажей. Но за отдельную плату можно прийти и поиграть в виртуальную реальность, друзья. Теперь мы поднимаемся на второй этаж. И что нас ждет, друзья? Есть лего-городок. Есть футбол. Можно попить караоке для детей. Это всегда все работает. Все включено. Здесь очень интересно оформление. Есть вот такая вот крутящаяся вещь и шариков. Очень много детки играют. Есть также возможность посидеть, покушать. И также фотозоны для именинников. Смотрим, как выглядят такие вот зоны для детей. Можно как белочка в колесе подберить. А можно попрыгать на батуте. Все очень круто. Есть карусели для маленьких. А также вот такие вот игровые площадки, как кинуть шарик. Либо вот сюда побыть немножко баскетболистом. Оно вот так вот прикольно крутится. Вот такой вот аттракциончик с шариками, где можно покрутить своих друзей. Красота, друзья. Чем бы дети, как говорится, не тешились. Вот теперь мы посмотрели два этажа для детей от 4 до 13 лет. А есть еще для самых маленьких более спокойная, но не менее разнообразная зона развлечения, отдыха и проведения времени. Заходим на третий этаж. И здесь зона для самых маленьких гостей детского развлечательного комплекса Акуна Матата. Здесь тоже можно оплатить услуги. Там какие-то игрушки, если вам вдруг понадобится прикупить для ваших деток. Хотя здесь разнообразие очень большое. Видите, какие-то маленькие детки тут развлекаются. То есть дети здесь ходят в носочках, а взрослые одевают бахилы или тапочки. С камеечками, мне нравится, сделано очень красиво в виде гусеницы. И давайте смотреть, что могут поделать дед. Фотографироваться. Фото зонт здесь очень много. Есть детский аэрохоккей, разнообразные такие вот крутящиеся стульчики, футбол, столики, за которые можно также прийти и отметить день рождения. Также на этом этаже есть свой бар. Можете заказать напитки. Да вообще, в принципе, в любом месте сели. Вам подошел девочка. Вы по меню заказали, вам принесут очень вкусные блюда. Говорят, что взрослые здесь кушают в большущем удовольствии. Также выбор мороженого, кофе, напитков. Все есть. Есть детский городок, можете увидеть шарики, где детки могут полазить. Но для более маленьких. Тут и музычка играет немножечко такая другая, более веселая. Также можно попросить ее поставить на заказ. Разнообразно тренажером покрутиться. Повторяюсь, очень много разных фото зон. Может, это же измерится. То есть, продумано очень много мелочей, друзья. Санузлы здесь отдельно. Вот, допустим, для взрослых есть отдельно, для детей. Вот видите, как красиво оформлено, чтобы детки сходили туда и не пересекались с взрослыми. Каждые 20 минут проводится уборка, чтобы все было чисто, хорошо и красиво. Здесь тоже можете увидеть, как оформлена зона для столов. Детские разные горочки, лазалки. Разные головоломочки. Можно что-нибудь построить из кубиков. Все продумано, чтобы не удариться ни обо что вашему ребенку. Безопасно. Такой большой комплекс для деток, где они могут полазить, побегать, попрыгать. Говорят, что сюда очень много ходит постоянных клиентов, которые начинают с детства, потом переходят на нижние этажи и постоянно посещают именно этот комплекс. Как себя прикиньте, не знал о нем. Я очень жалею, потому что можно пойти бы с дочкой посмотреть, как мама играет с ребенком. Такие большие мебельные кухни. То есть там что-то готовят. Это на самом деле интересно, потому что не все могут себе позволить дома где-то вот такую прям огромную кухню для детей установить, чтобы с ними играть. Также есть банкетный зал. Здесь вот эта фотозона такая огромная, красивая, с лошадкой для девочек. В другую сторону для мальчиков сделана. То есть вот уже готова фотозона, пришли, день рождения, отпраздновали и поздравили своих детей. Ну и есть либо вот такие вот элементы, еще их можете куда-то переставлять, как-то переоформлять. То есть все очень красиво и направлено на веселое праздновение просто времени, либо для ваших праздников. Идем дальше. Потому что третий этаж для детей еще не заканчивается. И смотрим, как и вот эти кресла. Здесь для самых маленьких есть бассейн с шариками большой. Сюда вверх детки ходят и фотографируются на фоне замка. Есть такие вот головоломочки, можно пособирать. Поднимаются по лесенке, там зеркало с облаками. И можно отсюда сделать красивую фотографию с вашими детками в таком вот замке. А здесь находится вообще комната для маленьких. Здесь говорят, они туда заходят и там играются. Как раз слышат, там играют детки. Вот так вот прикольно сами по себе. Мы немножко подглядели. Вдоль окошек стоят стульчики безопасности. Как я говорю, уделено очень много времени. То есть перекладины. У окна никто не вывалится. Не переживайте. И очень много еще разных игрушек, там передвигов для деток. Это очень клево. Ну, мне теперь интересно услышать мнение своих подписчиков. Как вам такой центр в Анапе? Это на самом деле очень важно. Допустим, сегодня шторм. И постоянно запретают вопросы. Юрий, а что делать? А куда пойти? Куда с детьми ходить? Вот я рад, что меня пригласили в такое место, чтобы вам показать и все рассказать. Вот приходите, акуна Матата. Выбирайте себе места, когда плохая погода. Или вам хочется, чтобы ваши дети наигрались, набегались, набесились. А вы чуть отдохнули, вкусно поели. Акуна Матата. Вот у нас второй день рождения. Такой красивый тортик. И подарок, друзья. Помахали, красота. Ну, друзья, с днём рождения поздравили. И в конце давайте я вам расскажу о меню, что вы здесь можете поесть. Детского развлекательного центра Акуна Матата. Есть детское меню для ваших детей, чтобы их порадовать, и чтобы они согласились это кушать. Посмотреть, какое оформление великолепное этих блюд. Ну, а также есть, конечно, и для взрослых хачапури есть. Есть аджарские хачапури пироги разнообразные. Также имеется набор пицц в ассортименте. Есть разнообразные салаты на любой вкус. А также горячие и холодные закуски. Друзья, то есть выбор большой. Можно сказать, даже ресторанный. Вы найдёте себе блюда по вкусу и по цене, как говорится, всё, что вам надо. Оформят стол красиво, достойно и горячими, в том числе блюдами. Есть и морепродукты, и шампиньоны, например, запечённые. Я прям смотрю, столько всего красивого, вкусного, что самому захотелось немножечко перекусить. А также есть разнообразные десерты. То есть вы можете даже не заморачиваться, покупать свой тортик, приносить, можете заказать. У ребят вам всё организуют и сделают. Вот блюдо на мангале, пожалуйста, вот такая красота, друзья. Напитки есть, всё, кроме алкоголя. Потому что это детские праздники. Я думаю, как и вы все, что он здесь неприятный. Дорогие друзья, вы только что посмотрели обзор на развлекательный центр детский Акуна Матата, который находится в городе Анапа, в котором можно провести время, развлечь своих детей, ну или просто вам отдохнуть, а дети пускай сами развлекаются. Ждём вас каждый день с 10 до 9 вечера. Приходите.